Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Сегодня у Гомели протягнула работу международная выстава «Кермаш. Бизнес у регионах». Свою продукцию на площах областного громадско-культурного центра пропануют больше, как 50 предприемств, приватных предприимальников и рамесников из Беларуси, краин близких и далеких замежа. А про то, представники деловых кола наведывают предприемства, с которыми плану наладить супрацовничество, а также знакомятся с умовами, которые створены в Беларуси для замежных инвесторов. Разом с бизнесменами свободную экономичную зону Гомель-Ратон наведал Олег Синцерову. Была китайская компания, которая тоже проявила интерес к Республике Беларусь, в частности, в свободной экономической зоне нашей. Мы обсуждали вопрос реализации проекта производства пленок. Сгодно с подликами администрации свободной экономической зоны Гомель-Ратон, в поравнании с иншими предприемствами обовязковое отвлечение резидентов меньше амально 40% за кошт сменченных податков и инших платежов. Сегодня у СЭС працует капитал 17-ти краин света и верогодний за все гэта дичь бабуде поведичь в отцам. Сегодня у свободной экономической зоны Гомель-Ратон зарегистрованы 80 резидентов. Огульная копия працующих 36 тысяч человек. Для поравнания, в не самом маленьком Буда-Кошелевском районе проживают 30 тысяч. Что отличается непосредственно выставой кермашу «Бизнес у Гомеля», то ее экспозиции будут разгорнуты до 24-го Костричника. По слову худенников, некоторые из их уже нашли новых партнеров, некоторые разглядаются про по новым. Пензенскую область Российской Федерации у Гомеля представляется одразу 7 предприемств. У Гандлёва промысловой палати этого региона свержают, что вельми затекавлены в поширении супрацовництва с белорусскими его творцами. Причем формы могут быть самыми разными. Тут взаимный интерес. Часть предприятий наших реализует свою продукцию в Беларуси. И наоборот, белорусские предприятия поставляют свою продукцию в Пензенскую область. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель». На белорусском металлургическом заводе в Жлобине отбылась международная науково-техническая конференция, на которой обмерковывались перспективы развития литейной вытворчасти и металлургии. В ее работе примали удел специалисты из Беларуси, России, Германии, Швейцарии, Китая и других стран. Подробности в сюжете наших корреспондентов. На конференцию приехали больше, как 130 делегатов. Это представники замежных компаний, кировники буйных предприемств и научных установ, которые имеют правое дочинение до металлургии и тяжкой промысловости. Особливые надеи с форумом связывают и деловые партнеры БМЗ. Белорусский металлургический завод – известная для нас компания, сотрудничество с которой ведется много лет, и мы заинтересованы в его продолжении. В настоящее время экономическая ситуация не самая лучшая, но мы надеемся, что сможем найти какие-то решения, чтобы все-таки улучшить качество работы. Клинарное поседжение начинается с уручения узнагорода за лепшие инновационные проекты и науково-вытворческие распроцовки. Сирот лауреатов премии Ассоциации литейщиков и металлургов Республики Беларусь, сам белорусский металлургический завод и персонально двое ведущих инженеров. Что отметно, это представницы пригожего пола. Значность ролей технических инноваций, квалификации кадров и у целом интеграции прогресса в творчестве переоценить сегодня немогчима. Еще говорил Менделеев, что наука и производство друг без друга не живут. Естественно, этот тезис не устарел и никогда не устареет, потому что это обоюдный процесс с встречным движением. Если мы будем двигаться в разные стороны, ничего не получится. Мы должны двигаться друг к другу на встречу. Узорный приклад такого руху – сортопрокатный цех номер 2, который открылся на БМЗ меньше как месяц тому. Один из самых масштабных проектов за всю историю предприемства уже дает первые выники. На днях цех выпустил первые 100 тысяч тонн продукции. Великая ее частка реализуется на внешний рынок. Среди импортеров – Франция, Италия, Чехия, а у сего около 20 краин. Объемы вытворчасти растут с каждым днем. Переваги новых технологий оценили и металлурги. Много инновационных автоматизированных систем, которые упрощают работу, скажем, моему технологическому персоналу. Максимально за все отвечает автоматика. Оператор, технолог, который ведет технологический процесс, просто корректирует, следит за всем процессом. Руслан Пролясковский, Сергей Нігеревич, Игорь Маришченко. Телерадиокампания «Гомель» Сажлобина. Сегодня Гомель наведала делегация посольства Исламской республики Иран у Республицы Беларусь. Гости встретились с керавництвом Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны и ознайомились с новоково-практичной деятельностью высшейшей научной установы. В ходе деловой встреч акцент был сделан на обмерковании питаний у потенциального супрацовництва помеж Ираном и Беларуссю. В первую чергу это отыщится аспекта уновуково-доследчай деянности и развития инновационных технологий. Как означали представники иранской делегации, в нашей краине для этого створена серьезная база и есть все необходимые умовы. Я думаю, в Беларуси очень хорошая почва для развития инноваций, инновационных технологий. Здесь также очень хорошая база для развития совместного сотрудничества с иранскими компаниями. Мы хотим потенциал иранске и беларуски продемонстрировать друг другу и выяснить, по каким направлениям возможно наиболее выгодное сотрудничество между нашими странами. Подчас встреча гостям был продемонстрованный широк навыково-доследших лабораторий. Тут займаются распроцовкой специализованных обсталяванья и инновационных технологичных систем. С дальнейшим их укоронением – увы творчасть. Простовники делегации у свою чаргу огучили. Сегодня не готовы супрацовничать у этого на керунку с беларускими коллегами. Сферы интересов – от нафтогазохемии до фармацевтики. До других тем. Пять гамельчан после працовного дня не вернулись до дома. Про это свечет статистика за 9 месяцев этого года. Травматизм на вытворчасти для областного центра по-ранейшему застаётся актуальной проблемой. Причиной шляхи ее выращения обмерковали сёння подчас проведения городского дня ховы-працы. Под обязанностью наступным материалом. Под станцией Гумсельмаш – магутный энергетичный вузел. Она обслуговывает полночно-заходную частку областного центра. Отсельные неисоведи тягнутся в Россию, Украину и Прибалтику. Бесперабойное, круглосуточное функционование объекта забеспечивают 27 человек. Работа с электроэнергией потребует от них великой отказности и строгого притремливания правил обеспечения. Модернизация, ну и естественно, как бы, правила ужесточаются, охрана труда, с каждым годом. Кроме правил, есть ещё, как бы, распоряжение по объединениям, и они, как бы, ужесточают правила. И любая модернизация направлена на то, чтобы как можно больше сделать для того, чтобы условия труда были наиболее безопасны. Это пытание вынесли на парадок дня выездного посяжения. Тему обмерковывали представники выконаучших органов, прокуратуры, инспекции працы, профсоюзных объединаний и кировники полсотни предприемства города. Умовы беспечной працы яны оцианили на прикладе объектов предприемства Гомелинерга. То, что нам показывают, то очень хорошо подготовлено, чисто парадок и условия. Но, к сожалению, произошёл смертельный случай в результате падения с высоты монтёра, молодой человек возрасту 27 лет лишился жизни. И в результате той проводимой работы, которая вот два с половиной месяца прошла после этого случая, только на охрану труда, вдумайтесь, эту цифру данным предприятиям было вложено 3 миллиарда денег. За 9 месяцев этого года в Гомельской области тяжко травмированные уже 65 человек. Загинули 15. Причем каждый третий из них был на праце в стане алкогольного опьянения. При этом областным центром назирается снижение колькости выпадков тяжкого травматизма. На сегодня их зафиксовано в два раза меньше, чем за аналогичный период минулого года. Ганна Ковалёва, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Украине проходит республиканская акция Министерства по надзвычайных ситуациях за безпеку разом. На протягу месяца супрацовники МНС будут обследовать супрать пожарный стан домов по всей краине. У рейд по Речицким районе отправилась и наша сдымочная группа. Супрацовники областного управления МНС наведывают усе домы, незалежно от того, и находятся и они в группе «Рызыки». Особливую увагу надают стану печи у наявности пожарных оповершальников. Как оказалось, некоторые люди игноруют не только меры пожарной безопасности, а и инстинкт самозахования. Жихарка в леске Жмуровка Речицкого района специально отключила пожарный оповершальник. Работниками МЧС составляются протоколы, привлекаются к административной ответственности такие граждане, хоть как-то, чтобы их простимулировать для дальнейшего ремонта печного утопления, как-то позаботиться о своей жизни, но не только своей жизни. Они угрожают не только себе, но и соседям, которые непосредственно рядом с ними проживают. В этом году по причинам курения и неосерожного выхода с печным отеплением загинуло 50 человек, а количество небезопасных ударений без смеротного захода в 5 разов больше. Порушение правил пожарной безопасности сегодня карается штрафом до 30 базовых величин. На это гроши, до речи, можно купить амаль 50 пожарных оповершальников. У нас стоит котел, мы соблюдаем правила безопасности, но приобретем пожарный обязательный извещатель. Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Актуальное питание выхования детятий у приемных семьях и детячих домах семейного типу обмерковывались сегодня на областном семинаре у Добруши. Подобная форма выхования детей-сирот и детей, которые застались без опеки батьков, является приоритетной задачей для органов адукации. Только у семьи наибольшь полна отбываются позитивные изменения в развитии детяти. Дмитрий Котов протягнет тему. У першиню подобный семинар собрал батьков-выховальников и специалистов голеной адукации в Житковицком районе. Зараз эстафеты упрямляют у Добруши. Мясовым педагогам и социальным работникам с оправдой, есть чем поделиться с коллегами. На протягу опошних трех годов все дети, которые остались без батьков, были накированы в приемные семьи и замоцовалися у них. А кроме того, на запашенный певный опыт по повышению якости выхования. Сегодня задача органов управления образованием районных социально-педагогических центров контролировать деятельность этих семей, выяснять проблемы и самое главное давать ответы на вопросы, как снимать проблемы адаптации, как снимать проблемы, которые связаны с воспитанием детей в замещающей семье. У детяжем доме семейного типа Добрушского района проживает 9 детей. Каждый из них по разных причинах застался без батьков. И для того, чтобы минимизовать тяжкую страту, их на выхование взяла семья шедовых, которые уже имели дорослых сына и дашку. А лишь и гэтых ребят иначе, как родными, не называют. Выховывать 169 неполнолетних детей задача неспростых, однако на клопоты никто не скаржится. Для батьков головное зарабить детей счастливыми, за все дышать у доме смех. Для этого яны широ делятся тепленью своей души. Мы очень, во-первых, долго шли к этому. Лет 5, наверное, это чисто реклама, чисто желание помочь какому-то ребенку. Потом, значит, очень долго. Если меня сейчас спрашивают, сегодня вот решила взять ребенка, да, и завтра уже нет, так нельзя, надо созреть. Самое главное – это образование. Я вот их маструю, чтобы они учились. Потому что без учебы нет будущего. У Гомельской в области зараз колят 4,5 тысяч детей-сирот. Больше за 80% з них выховываются у приемных и опекунских семьях, домах семейного типу. Преоритетная задача – знайсти тепло и утульность домашнего очага для кожного. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Добружский район. Палитра гуков у вершах. Свой новый сборник поэзии презентовала молодый гомельский литератор Алла Бялькова. Выдание представили у Центральной городской библиотецы имя Герцена. Книга под назвой «Палитра гуков» адресована самым маленьким читачам. У ее вайшли больше, как 60 творов на русской и белорусской мовах. У сейны иллюстрованы сыном поэтки Михаилом. Презентацию семейного проекта наведали вядомые гомельские письменники, удельники школы-студы, молодый литератор. Пакуль у Аллы Бяльковой всего две выдаденные книги. Однако у Скарбонцы ее досягненьев уже есть у знагорода международного конкурсу «Лепшая книга года» у Берлине у номинации «За яркий дебют». Рукопись третьей книги готова. Это проза «Сказки для детей». Будет эта книга иллюстрирована тоже рисунками моего сына, потому что сказки написаны по мотивам его рисунков. Первый прозаичный сборник молодого литератора убачит цвет у початку наступного года. Новины региона, информацию об проектах телерадоэкомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен у студии працювала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до новых субтитров в эфире.